Доброе утро, Тенгиз! Здравствуйте, Тенгиз! Сегодня на различных сайтах можно лицезреть различные видеозарисовки, прекрасные просто, на мой взгляд. Откуда такая идея возникла, когда она возникла и как давно реализовывается данный проект? И кто создатель проекта? Автор проекта Я возникла идея несколько лет назад, когда мы активно занимались изучением Абхазии, информации об Абхазии. Ее, к сожалению, буквально 3-4 года назад в интернете практически не было. И по мере того, как мы углублялись, собирали материал, создавали новый материал, я для себя открыл Горную Абхазию. Это произошло 3 года назад. И уже на следующий год, то есть в прошлом году, мы реализовали большой проект из 12 экспедиций в разной части Горной Абхазии. И в этом году мы этот проект продолжили. И у нас также состоит задача пройти еще 12 экспедиций, то есть уже большая часть этих маршрутов пройдена. И вот сделаны, в отличие от прошлого года, в этом году мы делаем и видеозарисовки, а не только фотоотчеты. Сама красота природы, ее разнообразие, они как бы подтолкнули к тому, что нужно рассказывать о Горной Абхазии и изучать ее. Возникали ли сложности какие-либо? Возникают ли на данном этапе? И с чем это связано в основном? Сложности только одни, это как бы физически тяжело, но это такая приятная усталость. Во всем остальном погода, ну то есть нет, честно говоря, нет каких-то сложностей серьезных у нас нет. А сколько человек задействовано? Вот в этом году основной состав экспедиции три человека. Это я, ФАЦ Мэр и Эдуард Чернопятов. Как проводится работа? Вот расскажите, встали утром, собрались группой, пошли или как все это происходит? Изначально мы, конечно же, изучали маршруты, то есть сначала вообще мы поднимали материал, который у нас есть, это та же книга Бондарева о Горной Абхазии. И так как мы уже основную часть экспедиции прошли в прошлом году, мы выбирали, что именно взять за основу, какие 12 экспедиции выбрать. Когда мы их выбрали, мы постарались собрать максимальное количество материала, потом изучить сам этот маршрут, и уже после этого мы выезжали на маршрут. Утром встаешь в 6 утра, желательно, потому что это самое благоприятное время для видеосъемок, например. И начинаешь ходить уже, то есть когда-то, предположим, 2-3 дня занимает время пути, чтобы дойти до какого-то озера. Вот, например, там, предположим, Тукарчарский район, озеро Дуэда, до него нужно идти несколько часов сейчас. Ты дошел, и дальше уже начинаешь ходить по хребтам в течение всего дня. То есть вот один этот ролик, который мы, наверное, посмотрим, да, если там 4 минуты он занимает, то время для того, чтобы его создать, уходит, ну, не менее 5 дней. 5 дней хождения вот по всем этим хребтам, по горам. Это то, что касается съемок, только не считая монтажа, да? Это съемки, да, да. Но монтировать я стараюсь быстро, то есть как только мы приезжаем, у меня есть 3-4 дня на отдых, и вот это время я монтирую, выкладываю видео, фотографии в интернете. Есть ли в Абхазии горы, которые вы еще не покорили за эти 2 года? Ну, знаете, как вот, к сожалению, мы пока, я надеюсь, может быть, в следующем году это произойдет, Кадурское ущелье, я там был несколько раз, но вот именно в рамках проекта подробно оно нами пока не изучено. То есть мы уже были во всех районах Абхазии, Гагарский, Сухумский, Гудаутский, Ткварчальский, и вот очень хочется теперь Кадурское ущелье охватить. И какой из этих районов вам более запомнился, или они все по-своему красивые? Они все совершенно разные, то есть они все очень красивые и абсолютно разные. То есть вот горная часть Гагары абсолютно отличается, например, от Сухумского района, да. Ну, сложно сказать, и они все очень красивые. И вот в этом их прелесть, то, что ты приезжаешь и каждый раз видишь совершенно другую красоту. И я хочу добавить, что один из моих знакомых говорил о том, что Абхазия, она отличается тем, что на таком маленьком пространстве такое количество разнообразной красоты и вообще такого разнообразия, которое, пожалуй, по его мнению, нигде в мире больше не встречается. На днях наши телезрители имели возможность увидеть на нашем канале эти зарисовочки, и сейчас я предлагаю еще раз посмотреть. Спасибо большое, Тенгиза, за такую прекрасную работу, за такие красивые кадры. Мне кажется, очень удачный ролик, очень красивые места. Не все, может, наши зрители имели возможность увидеть эти красоты, хотя многие из них и поднимаются в горы. Хотелось бы узнать, есть ли отзывы от людей, которые просматривают это все в интернете? Знаете, отзывов очень много, потому что я на нескольких сайтах публикуюсь, и впечатления, конечно, самые такие яркие, люди хотят приехать, и очень многие после того, как видят эти отчеты или фото, или видео, они тут же пишут, что я свое решение принял, я еду в Абхазию. Это, конечно, очень приятно слышать. Вот 99,9% отзывов положительных, безусловно, вот, и их очень много, то есть это, так как я публикуюсь на сайте «Эхо Москвы» и у себя в журнале, и очень часто перепубликовывают другие журналы нашей статьи, поэтому могу сказать, что несколько тысяч человек точно следит за нашими экспедициями. То есть, ну, не менее 5-6 тысяч человек следит. Горы, это, конечно, красота, но и мы не должны забывать, что это опасно, ходить по горам. Вот вы не сталкивались ни с какими опасностями, проблемами. Возникали ли экстремальные ситуации? Ну, такие мини-экстремальные ситуации, конечно, возникали и в прошлом году, и в этом году, но у нас уже достаточно опытная группа, и вот Фацимер, который отвечает за безопасность группы, он очень опытный человек, и поэтому мы справляемся с этими трудностями, которые бывают. По-разному, бывает туман накроет в горах, бывает непогода, но мы, собственно, ко всем этим неприятностям готовы. Или, например, вот есть такой маршрут в районе вершины Арбайка, там практически нету воды, он достаточно сложный маршрут. Вот мы и в прошлом, то есть там есть несколько маршрутов, они все очень живописные. В прошлом году у нас были вот сложности с тем, что закончилась вода, например, у нас, и мы почти сутки без воды были. И в этом году, но мы в этом году вышли раньше, и там в основном есть снег, вот мы топили снег и пили талую воду, вот. И, например, в этом году я узнал, что снег, когда, если его неправильно топить, он может подгореть. То есть, когда мне Фата об этом сказал, я подумал, что он шутит, и продолжил дальше его топить. Вот, а когда уже, значит, соответственно, я неправильно его растопил, то есть немедленно не размешивал, он оказался таким очень непри... вода оказалась таким горелым, неприятным вкусом. Вот, так что... То есть какие-то определенные воспоминания с этим тоже связаны будут теперь у вас, наверное? Да, конечно. Это всегда опыт, или каждая экспедиция, это какой-то новый опыт всегда. Как бы ни было, ясное дело, что любое начинание должно поддерживаться. Вас кто-либо поддерживает или как-то собственными силами... Нет, нет, конечно, нас поддерживают. Я благодарен Абхазскому общественному фонду развития, в котором я работаю и являюсь директором этого фонда, и Священной митрополии Абхазии. Эти две организации нас очень сильно поддержали, и именно благодаря им мы можем осуществить эти экспедиции, провести видеосъемки, которых пока в Абхазии еще не проводилось. И еще один момент такой интересует. В прошлом году вы непосредственно занимались фотодневниками, а в этом году это видеозарисовки. Что сложнее, что интереснее? Ну и то, и то интересно, но намного сложнее, конечно, собрать видеоматериал. Потому что если ты идешь с фотоаппаратом по маршруту и можешь просто фотографировать все, что видишь, то видеоматериал отнимает намного больше времени, в два раза больше времени отнимает. И из-за этого наши экспедиции увеличились. А так, вот этот опыт тоже мне очень интересен. Вершины каких гор вы собираетесь покорять в ближайшее время? Ну вот мы через несколько дней отправляемся на Чедым. Тоже интересные места и малоизвестные, вот визуально малоизвестные кому. И далее у нас еще будет ледник Химса тоже. Для меня это очень интересный маршрут, потому что он, скорее всего, будет совершенно другим. Потому что совершенно другая красота. Да, мы выйдем на ледник, сначала посмотрим на него сверху, потом будем ходить по этому леднику. Ну и далее у нас еще в программе еще пять экспедиций, которые мы должны осуществить до того момента, пока выпадет снег. Я надеюсь, мы успеем вот к концу сентября проект завершить. Ну что ж, желаем вам успехов и удачи в вашем нелегком, но очень интересном труде. Хотели хопшица и тачкуалахаршует и хайшич ха студия джитсы СНИТ ШАХТАЗ. Ап СНИТ ЕВАЖЛАРАТ ПАЧИАРАТ ФОНД АХАДА. Ап проект ГОРНАЯ АПХАЗИЯ АНАПХКОЮ ТИНГИЗ ТАРБА.